Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 19 ноября, воскресенье. В последнее время, в связи с заминкой или тем препятствием, которое было создано в Конгрессе США с выделением очередного пакета помощи Украине, я читаю много аналитических материалов в Соединенных Штатах, в зарубежной печати, то есть за пределами США, и вспоминаю крылатое выражение Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны. Сказал, что никогда в истории человечества так много не зависело от такого малого количества людей. И сейчас, по-моему, аналогичная ситуация, потому что, вот мы много говорили с вами о борьбе на международной арене между силами добра, зла, света, тьмы и так далее, но у меня такое впечатление, что вот разлом сейчас, противостояние происходит не только международной арене, но и в главной стране, от которой зависит, в общем-то, ситуация во всем мире, в Соединенных Штатах Америки. Это разлом между, я бы так сформулировал, не добро и зло, а так, между интеллектом и здравым смыслом, логикой, и между мракобесием и абскурантизмом. Под последним я понимаю позицию, когда люди, то ли в силу плохого образования, то ли по коррупционным соображениям, то ли интеллекта не хватает, но для них местечковое, они с таким тупым упорством защищают свои местечковые интересы, они, может быть, и важны на местах, на конкретных, даже в масштабах всей страны, но они забывают, что в глобальном мире, от него никуда не денешься, чтобы там не кричали против глобалистов и так далее, мир глобален. И от ситуации в глобальном мире зависит и их благополучие или неблагополучие. Ну вот, я хотел бы сегодня вам представить несколько подборку чрезвычайных важных материалов по этому поводу, которые позволят нам увидеть систему, в какой системе координат мы сейчас находимся. Я неоднократно вам в последнее время говорю чуть ли не каждое второе видео об этом системе координат, но дело в том, что она подвижна, очень подвижна, она меняется буквально каждый день, параллельно тому, как развиваются переговоры в Конгрессе США о помощи Украине и помощи Израилю. Но дело в том, что эта система координат, она позволит нам реально оценить ситуацию и, так сказать, понять наши перспективы. Повторяю, вот последние пару месяцев, с моей точки зрения, в США, в Конгрессе, это была атака, наступление сил мракобесия и абскурантизма. И сейчас наблюдается движение в обратную сторону, контрнаступление, контрнаступление интеллекта, экспертизы и здравого смысла. Хочу начать сегодняшний обзор со вчерашней статьи, которая выходит в колонке «Мнение». Здесь такой у них, Вашингтон-Пост, «Опинион». То есть, туда может Козырь или Андрей Ермак опубликовать за определенную сумму денег свое, якобы свое мнение. А вот президент Соединенных Штатов Америки тоже выбрал именно эту форму. И называется это мнение, во всяком случае, это не мнение, скажу сразу, это декларация изложения стратегии Соединенных, вернее, администрации президента Байдена на век срок до окончания, по крайней мере, до окончания его полномочий. А он надеется выиграть и следующие, естественно, четыре года. И общее впечатление об этой статье, то есть, это действительно стратегия, что собирается делать его администрация, и это часть, важнейшая часть, хотя и неофициальная пока, его предвыборной кампании. Байден сделал ставку, он раскрыл карты, он идет ва-банк. Ну, вот посмотрим, с чем он идет. Я буду зачитывать вам краткие тезисы, потому что над ними работала команда умнейших людей, тут трудно их лучше пересказать, но я их сократил до максимума, и буду перемежать своими комментариями время от времени. Итак, кстати, должен сказать, что значительная часть тезисов вот в этой декларации, важнейшей Байдена, на такое впечатление, что оно взято, что нас подслушали, господа. Оно перекликается с тем, что мы с вами говорили неоднократно, что для меня очень важно это подчеркивает, что мы с вами находились на правильном пути, то есть шли в правильном направлении. Итак, Байден. Сегодня мир стоит перед переломным моментом, когда выбор, который мы сделаем, этой кризис в Европе, на Ближнем Востоке, определит направление нашего будущего для последующих поколений, господа. Мы об этом говорили. То есть, то, что сделаем мы сейчас, определит, как будет выглядеть наш мир значительно позже этих конфликтов. Будем ли, вопрос, будем ли мы неустанно следовать нашему позитивному видению будущего, светлого будущего, или позволим тем, кто не разделяет наших ценностей, а мы знаем, кто это такие, увлечь мир в ещё более опасное и разделённое место. Мир на перепуте, проще говоря. Путин и Хамас, обратите внимание, Путин на первом месте перед террористической организацией Хамас, которая считается в Соединённых Штатах. То есть, это более то организация террористов, а это государство террористов. Так вот, они борются за то, чтобы стереть с лица земли соседнюю демократию. И Путин и Хамас надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию, и воспользоваться вознейшим беспорядком. Помните, сколько мы говорили? Эпоха хаоса. Вот что нужно этой оси зла. Америка не может и не будет этого допускать. Ради наших собственных интересов. Это он обращается к представителям сил мракобесия и низкого уровня интеллекта внутри стороны. В частности, это, как я понимаю, аудитория, это мага-трамписты. То есть, ради наших собственных интересов национальной безопасности, а также ради блага всего мира. Это обращение, опять-таки, к внутренней интеллектуальной аудитории, для которой важны ценности. Это обращение к союзникам США. То есть, да, подчеркиваю, раньше говорили только о высоких материях, теперь говорят в том числе о национальной безопасности. И вот этот тезис, вот эта линия о том, что это надо, прежде всего, что он дальше скажет в интересах нашей национальной безопасности, это отголосок или переемственность позиции Ча Рузвельта, которую он огласил в своей стране, добиваясь ленд-лиза. Он это сказал. То есть, мы это, мы не делаем никому одолжение, мы инвестируем деньги ради нашей собственной безопасности. Тогда это сыграло свою роль. Хотя до этого оппозиция была дичайшая. Скажу, она была более сильной и масштабной. Оппозиция ленд-лиза и помощи в Европе. Это тогда, когда Соединенные Штаты еще не участвовали в войне. Она была, эта оппозиция, больше, чем сейчас. Сейчас она более шумная, но менее значительная по масштабам, так сказать. Но, тем не менее, тем не менее. То есть, посмотрим, что на этот раз, как отреагирует американский политикум на тот же самый тезис, который впервые сделал Рузвельт. Соединенные Штаты – важнейшее государство. Мы объединяем союзников и партнеров, чтобы противостоять агрессорам и продвигаться к светлому будущему. Мир ждет от нас решения проблем современности. Это долг лидерства. И Америка будет его выполнять. Ведь если мы уклонимся от решения сегодняшних проблем, риск возникновения конфликтов может распространиться, а затраты на их решения только возрастут. И очень твердая фраза. Мы не позволим этому случиться. Это сильное заявление. Сильное заявление, которое, лично с моей точки зрения, свидетельствует о том, что он говорит не только о сроке до конца 2024 года. Мы не позволим этому случиться вообще, говорит Байден. Для этого ему нужен еще один президентский срок. То есть, человек идет с этим в бой за президентское кресло на второй срок. После этого общего вступления, я считаю, что вообще написано мастерски, лучшие умы. Занимались написанием этого, который знает историю дипломатии, вообще историю войн и так далее. Так вот, дальше после этого вступления идет Украина. Там дальше пойдет Израиль. Но на первое место они нашли целесообразным поставить Украину. Возможно, потому что все-таки Хамас – это на втором месте, как я вам показал в одном из предыдущих абзацев. Это организация все-таки. Это не государство-террорист. То есть, Украина первая столкнулась с этим явлением, которое мы имеем сейчас. А это уже, я считаю, это уже Третья мировая война, фактически. Украина первая стала жертвой этой войны, и она выносит пока основной удар этой войны, противостоя государству, не просто агрессору, а государству террористов. Терроризму. Террористу. Так вот, дальше Байден. Из опыта двух мировых войн прошлого года мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не разгорается сам собой и не заканчивается. Он напрямую втягивает в себя рано или поздно Америку. Поэтому наша приоруженность Украине сегодня – это инвестиция, это опять Рузвельт, это инвестиции в нашу собственную безопасность. Она предотвращает более масштабный конфликт завтра. Мы удерживаем американские войска от участия в этой войне, поддерживая храбрых украинцев, защищающих свою свободу и родину. Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям, пока конфликт не распространился еще дальше. Ну, то есть, читаю я вам опять-таки тезисы, только одни зачитываю, а дальше он их развивает, просто комментирует, что там дальше вот в этом развитии. То есть, смысл всего этого – наконец-то в Европе, начиная, ну, я бы сказал, где-то с начала XX века, не 21-го, 20-го, появилась нация и государство, которое способно при материальной поддержке извне остановить или сдержать, как сейчас говорят, государство-террорист-агрессор. Крупное, одно из крупнейших по территории, во всяком случае, государств. Европы, не будем говорить о Второй армии в мире, потому что это уже, ну, сами понимаете, не актуально. Это действительно уникальная ситуация. Ее не было перед Второй мировой, перед Первой мировой войной, когда надо было формироваться против агрессора, то есть, Германия, там, так далее, нужно было формировать целую Антанту. То же самое во Второй мировой войне потребовалась коалиция, которая противостояла оси Берлина-Рим-Токио. Здесь, сейчас, это уникальная ситуация, когда меньшее по размерам государство, по численности населения, подвергшееся неожиданному нападению, показало, что она способна остановить и нанести поражение агрессору, нанести поражение, или, по крайней мере, его сдержать. Под сдержанием имеется в виду выдавить его из-за своих границ и замкнуть его в его собственных границах. И дальше, значит, то есть, это было мое, так сказать, отступление, пояснение. Дальше. Соединенные Штаты делают это не в одиночку. Более 50 стран присоединились к нам, чтобы обеспечить Украине все необходимое для самообороны. Это ответ, моя ремарка, это ответ тем, кто кричит. В Соединенных Штатах, прежде всего, это трамписты, что Европа и прочие союзники Америки не помогают Украине так, как это делает Америка, а должно основное время тяжести этой помощи, ложиться на их плечи. Вот когда они это сделают, это позиция Трампа, которую он неоднократно высказывал, и которую сейчас подпевают мага-трамписты. Дальше идет секция по поводу Израиля. Очень важная секция, потому что она излагает видение администрации США, каким образом должно быть закончена война между Израилем и Хамас. Исходная позиция. Пока израильтяне все еще находятся в шоке и переживают травму от теракта, Хамас пообещал, что будет неустанно пытаться повторить 7 октября. Он четко заявил, что не остановится. Ну, то есть, смысл всего этого – это не та сила, это не сторона, с которой можно договориться о мире в принципе. Единственное, что с ним можно сделать – задавить. Вот исходная позиция, которая базируется на четких заявлениях Хамас уже после 7 октября. Дальше пишет Байден. Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от Хамас. Каждая неувинно убиенная палестинец или палестинка – это трагедия, которая разрывает семьи и общины. Наша цель – не просто прекратить войну сегодня, а навсегда покончить с ней, разорвать круг непрекращающегося насилия и построить нечто более прочное в Афгазе и на всем Ближнем Востоке, чтобы история больше не повторялась. Ну, действительно, то есть, после такого кровавого тракта, с которым трудно найти аналоги мировой истории, нужно сделать так, чтобы больше это не повторялось. Дальше он рассказывает свое видение. За несколько недель до 7 октября, как пишет Байден, он встречался в Нью-Йорке с премьером Неттанияху, и они обсуждали перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке. И главной темой было определить, что сделать для того, чтобы помочь Израилю и палестинским территориям лучше интегрироваться в широкую Ближневосточную систему. И здесь возникла идея, и начали они говорить о том, чтобы заключить договор, который бы объединял Израиль, Саудовскую Аравию, целый ряд Ближневосточных государств, включая Египет, Эмираты и так далее. И смысл-то всего этого, да, над этим должен был висеть ядерный зонтик Соединенных Штатов Америки. И идея всего этого, то есть, это даже не региональное решение региональной проблемы, а это был большой стратегический план, так сказать, в мировом масштабе. Идея окончательная состояла в том, чтобы обеспечить через эти страны, через этот альянс движение, присоединить сюда, к нему, Индию, и чтобы вот из Индии через арабские страны, Израиль, шла альтернатива шелковому китайскому пути в Европе. То есть, это был стратегический такой ход, который должен был как бы так отстранить, отодвинуть Китай со своим единым поясом, единым пути в сторону, вместо него поставить Индию, и вот, поскольку это демократическое государство, в отличие от Китая, таким образом вот создать эту глобальную сеть безопасности, экономики, торговли, коммуникации. Ну, и эту же проблему, вернее, эту же тему после встречи с Нитанияху, вернее, не после, несколько раньше, в сентябре где-то месяце, Байден обсуждал в Индии на встрече группы двадцатки. Это то, что, как пишет Байден, мы стремимся реализовать на Ближнем Востоке. Это будущее, в котором нет места насилия и ненавистью. И, пишет он, я считаю, что попытка разрушить надежду на будущее, то есть, вот этот грандиозный план, это одна из причин, по которой Хамас спровоцировал этот кризис. Ну, президент Байден не говорит, не углубляется так в деталях, как был задуман и кто спровоцировал реально этот кризис. То есть, тут из его высказываний следует, что сделал Хамас. Но, мы с вами обсуждали раньше, я ссылался при этом на другие источники, которые четко говорят, что за всем этим стоит Китай, поскольку этот весь великий план, он отодвигал его с его шелковым путем и давал дорогу вместо Китая, выдавливая китайниц, туда должна была войти главным мотором, что ли, это Индия. Китаю это никак, они угробили триллион долларов на развитие инфраструктуры этого шелкового пути, и как же так теперь все, мы остаемся на обочине, это я про китайских товарищей. Ну, а где Китай, там Иран, там Российская Федерация, вот кто за этим стоит. Поэтому получается, из этого получается, это я так, маленькое отступление, основанное на комментарии той информации, которая дана с подтверждением тезисов, высказанных Байденом. Получается, что Израиль и Украина это два фронта одной войны. И поэтому не случайно администрация США включила помощь обоим государствам в один пакет. и поскольку Конгресс, или нет, Палата представителей отвергла такой подход, пока Израиль, как и Украина, Израиль не имеет пакета помощи в размере 14 миллиардов долларов, которую, которая запросила администрация на этой цели. Ясно одно, решение о двух государствах, пишет он, то есть, что Соединенные Штаты, за что они выступают, это создание двух государств на Ближнем Востоке. Израильское, которое уже существует, Палестинское. Так вот, решение о двух государствах, это единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа. Каким образом предполагается это сделать? Ну, я думаю, что этот вопрос был обсужден и неоднократно с руководством Израиля. Вот сейчас, буквально, в эти недели, когда развивается операция по зачистке, которую проводят силы обороны Израиля. Так вот, значит, я так полагаю, что это позиция Соединенных Штатов Америки, которая известна правительству Израиля. Помимо того, по мере того, как мы стремимся к миру, Газа и Западный берег реки Иордан должны быть воссоединены под единым управлением в конечном счете под руководством возрожденной палестинской автономии. И в это время, значит, мы будем решать более глобальную и окончательную формулу разрешения этого вопроса. Ну, вот я читаю, читая этот абзац, мне бросилось в глаза, что объединение газа, сектора газа и Западного берега должно произойти под возрожденной палестинской автономией. Бывшая организация освобождения Палестины, как я понимаю. Лидер этой палестинской автономии, человек преклонного возраста, с которым в свое время я учился на одном факультете, он назывался экономики и права, там международное право и экономика, правда, он учился в аспиранторе, а я на очном отделении, агент, о чем я хочу так сказать, завербованный вот в то время комитетом госбезопасности Советского Союза. Ну, и с тех пор, с тех пор, я уверен, что он находится в тесной связи с Москвой, с Кремлем и с российскими спецслужбами. Поэтому это, конечно, хорошо, руководство возрожденной палестинской автономии, но хорошо бы его поменять, этого человека, тем более, что он уже находится в достаточно преклонном возрасте. Далее, значит, помимо по мере решения вот этого вопроса о создании двух государств, международное сообщество должно выделить ресурсы для поддержки населения газа сразу после окончания кризиса. То есть, наверное, имеется в виду после окончания острой фазы, когда Израиль выведет свои войска из сектора газа с севера, а также, как ожидается, с юга, куда армия, куда Айдеф или Цехал собирается зайти после того, как решат вопрос на севере сектора газа. Ну, а тем временем, пишет Байден, мы продолжим работу по предотвращению дальнейшего распространения эскалации этого конфликта. Это стратегическая задача Соединенных Штатов Америки, которая очень совпадает с интересами Украины, потому что для того, чтобы опять все силы Запада были прошены на оказание помощи Украине в нужном размере, американцы пытаются сейчас всяческими способами, прежде всего дипломатическими, как бы так отодвинуть или свернуть опасность на двух других фронтах. Один из них это вот Ближний Восток, а второй это решить как-то так вопрос с Тайванем. И надо сказать, что с Тайванем после встречи Байдена и Си, как считается, вопрос как-то стал менее напряженным, чем он был буквально две недели или недели даже назад. Дальше Байден переходит к ситуации в Соединенных Штатах Америки. Что же здесь происходит? Вот здесь правда он не называет вещи своими именами, но достаточно понятно, что он имеет в виду. Последние годы ненависть получила слишком много кислорода, подпитывая расизм и вызывающий тревогу рост антисемитизма в Америке. Это усилилось после терактов 7 октября. Скажу вам, господа, я был просто в шоке, когда вскоре после 7 октября я наблюдал здесь передачи. Ну, ладно, там в районах с депрессивной экономикой, где проживают роднеки, ну, и люди, скажем так, без супер образования. Там можно было бы это понять, но когда ведут переговор из общежития Гарвардского университета, Станфордского университета, и там студенты, этнические еврейки рассказывают, как они вынуждены были забаррикадироваться у себя в общежитиях студенческих в комнатах, а туда ломились студенты, будущая элита Соединенных Штатов в Америке, влабывались буквально, то есть, они, да, и вот эта ненависть проявлялась вообще на улице, на студенческом кемпинге, то есть, реально такого я не видел, не слышал, а Соединенными Штатами я занимаюсь так или иначе, ну, где-то так, с начала 70-х годов прошлого века, это невероятно, но это, конечно, вопрос можно обсуждать отдельно, тут есть объяснение этому, но одно из последствий объяснения мы можем найти, большинство, которые, значит, объясняют это дело, это то, что реакция израильских властей на террористический акт чрезмерно, но это, скорее всего, считают где-то там в Европе, потому что американцы, они с самого начала заявили, что они сами считают, что реакция США на 11 сентября, а эта реакция была, как вы помните, Афганистан, затем разгром режима Саддама Хусейна, и весь этот ужас, который последовал за этим, то есть совершенно безумное действие последовали на много лет, на громадные суммы и громадные реки крови. Так вот, они говорят, они признают, что это была чрезмерная реакция, поэтому говорят, мы не имеем морального права осуждать израильтян за то, что у них реакция чрезмерна. Тем более, что я бы об этом говорил, есть такое мнение, что учитывая размеры Израиля и разницу в количестве населения между Израилем и Соединенными Штатами Америки, вот этот теракт Хамас 7 октября можно сравнить с тремя террористическими атаками, которые были проведены против Соединенных Штатов 11 сентября. Дальше Байден пишет, мы никогда не должны забывать урок, который неоднократно усваивался на протяжении всей нашей истории. А именно, из великих трагедий и потрясений можно извлечь огромный прогресс. Это та мысль, которую я неоднократно пытался, господа, поделиться с вами, что в каждом ужасе, в каждом кризисе, так, согласно диалектике, есть зернышко, которое позволяет, или возможность, которая позволяет, ежели его с умом использовать, выйти из этого кризиса или из ужаса на более высокой ступени развития, благополучия и так далее, на более высокой ступени цивилизации. Так вот, вот это мысль, на которой основана позиция и стратегия США сейчас. Это больше надежды, мы собираемся выйти из этого, из этих трагедий и потрясений нынешних, выйти к прогрессу, то есть больше надежды, больше свободы, меньше ярости, меньше недовольства, меньше войны. Мы не должны терять решимость и добиваться этих целей, потому что именно сейчас больше всего нужны ясное видение, масштабные идеи и политическое мужество. Именно такую стратегию моя администрация будет продолжать проводить на Ближнем Востоке, в Европе и во всем мире. Ну, так, подводя итоги этому мнению, на самом деле это важнейшая декларация администрации президента Байдена, главный месседж, почему она вообще появилась, это, ну, во-первых, дать ответ на вопрос в связи с тем, что некоторые, я их называю нытиками, начали нытье о том, что конфликт или, вернее, военные действия на Украине зашли в тупик, нет никакого стремительного прогресса, поэтому надо заканчивать, это замораживать там и так далее, а вот мы столько денег вложили, ну, в общем, просто нытье, бессмысленное, бессмысленное нытье, но которое вот распространяется среди республиканского избирателя, причем, что интересно, центральные средства массовой информации в США, включая телевидение всемогущее, они не раскручивали эту идею по большому счету, еще, если так взять, месяц назад вообще так по большому счету, речь об этом не шло, видимо, оно как-то так распространялось через то, что называется ГРАССРУТ, то есть низовые ячейки республиканской партии, а также их средства массовой информации, там вот этот Брейнбард и прочий интернет, ну, то, что вот в русскоязычном, украиноязычном интернете тот сегмент, который занимает телеграм-канал, но на удивительно, к удивлению, очень большое распространение это нытье, все это, получило, и это вылилось вот эту позицию сейчас обструкционистскую, мракобесную значительную часть Конгресса, и это им месседж, то есть, он когда-то сказал, я имею в виду Байдену, что если вы не дадите помощь Украине, то любой законопроект я завитирую, я считаю, что это подтверждение, то есть, это жесточайшая проблема, то есть, жесточайшая позиция, человек пошел ва-банк, я вот вспоминаю предыдущих президентов Соединенных Штатов, вспоминаю кризисные ситуации, но мне трудно найти аналогию, аналогию вот такого действительно, решить, то есть, все поставлено на красное или на зеро, Конгрессу придется с этим считаться, так или иначе, тем более, я вам должен сказать, господа, что вот, наблюдая за позицией тех сенаторов и конгрессменов, которые считали себя, рвали, ездили в Киев, рвали тельняшки на груди, тут вот, когда агент Козырь недавно приезжал в Вашингтон, там тоже рассказывали о том, как они любят Украину, и как борются за помощь ей, вот взять сенатора Линдсия Грэма, да, многие, наверное, его знают, чрезвычайно скользкая личность, жучок этакий, вот прямо в одном у него, в одном предложении, да, я за помощь Украине, но он использует вопрос о помощи Украине как разменную монету для того, чтобы надавить на Белый дом и заставить его принципиально изменить, не то, что там построить стену, бог с ней, а принципиально изменить позицию, да вообще Соединенные Штаты в Америке, по принципиальному вопросу о том, как предоставлять убежище. Ну, я думаю, что поставив вот так вопрос ребром, Белый дом посылает ясный сигнал вот тем, кто сейчас проводит в Конгрессе дебаты о том, как еще надавить на Белый дом, чтобы что-то из него пойметь в ответ на помощь Украине. Так вот, сигнал заключается в том, что мы будем твердо стоять на своем. Или в Америке, конечно, весь смысл любого конфликта, любых переговоров этого нахождения компромисса. То есть, видимо, Белый дом готов к какому-то компромиссу и уже предложил 14 миллиардов долларов. То есть, где-то вот эти две стороны должны встретиться между собой. То ли на половине пути, то ли где-то иначе. Но эта статья вернее декларация Байдена дает мне основания полагать, что вопрос о помощи Украине будет решен. Если он будет решен, он должен быть решен глобально. Не на какие-то там месяцы, даже не один год. И почему глобально, я вам буквально расскажу в следующем эпизоде. А на этом позвольте закончить эту часть моего видео. Материала много. Его нужно вот доводить, чтобы его действительно понять. Его нужно доводить хотя бы тезисами, что я пытаюсь для вас сделать. Поэтому не обессудьте. Здесь нельзя просто сказать, там была опубликована такая-то статья, он сказал вперед к победе и так далее. Но я заметил, что значительная часть моих слушателей любит вот такие обзорные материалы, которые позволяют понять реальную ситуацию в мире, понять, где мы живем. И это наиболее, для меня наиболее ценная часть моей территории, аудитории, на которой я работаю. таким образом, господа, я надолго с вами не прощаюсь, сейчас я вам расскажу еще более захватывающее последнее выступление, которое, вернее, контрнаступление здравых сил интеллекта и логики в Соединенные Штаты в Америке против сил мракобесия и обскурантизма, который выступает против помощи Украине. Надолго не прощаюсь, до очень скорой встречи. Продолжение следует...